Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале и с вами Виторган 177. Сегодня у нас с вами на обзоре будет карта, называется она у нас Таширова версия 2. Доработанная измена, в отличии от оригинала, добавлено 3 док-слота для выбора авто. Удален пайловый мусор более 200 мегабайт. На карте у нас присутствует 1 гараж, 3 заправки, 3 пилорамы, 2 лесоповала, 1 точка подрузки и 3 точки разведки. Судя по точкам разведки, карта у нас будет маленькая. В принципе даже смотря на миниатюру, можно сказать, что она маленькая. Я как любитель, истинный любитель маленьких карт не мог пропустить ее мимо. Вот, и из транспорта, дорогие друзья, у нас будет с вами УАЗ 469, КРАЗ 255, УРАЛ 4320 и ГАЗ 66. Ну и, в принципе, как было уже сказано, плюс 3 дополнительных слота для выбора автомобилей. Автором данной карты у нас является Артем Сюткин, он же Телос. Ну, наверное, это ник такой. Посмотрел на скриншоты. Скриншоты очень симпатичные, сделаны Виталием Куйбышанцем и выложена она в моей группе тоже Виталием Куйбышанцем. Также данная карта добавлена на ST Mods, так что, ребят, можете скачивать и наслаждаться данной картой. Более того, в своей группе я уже увидел комментарии, что кто-то ее планирует пройти снова. То есть, человеку карта эта очень понравилась. Ну, дай бог, что и мне она тоже очень понравится. Давайте выберем подходящий транспорт для прохождения данной карты. Беру я традиционно свой Урал-Виторган, беру H1 и беру H2. Ой, H1 тоже. А почему H2? Ну, ладно, не принципиально. А правильно я выбрал? Да, все верно. Вот, все. Вот в таком вот исполнении давайте уже поедем. Очень достаточно быстренько все загрузилось. Смотрите, присутствуют на карте дополнительные объекты. И, тем не менее, карта весит очень-очень мало. Смотрите, также у нас заспаунен автомобиль на локации гаража. Также мы здесь, соответственно, можем с вами выбрать сразу все возможное необходимое для того, чтобы кататься. Так, бампер. Какой мне бампер поставить? Нет, давайте я поставлю таран. Вот такой, по-моему, с этим тараном все это как-то более внушительно выглядит. Так, АТС. АТС. Давайте вот такую АТС-очку поставим. Не знаю, что мне пригодится в пути. Ну, пускай будет АТС, господи. Прожектора впендюрим. Ну, и, в принципе, наверное, на это можно ограничиться. Даже не знаю, что можно еще. Что у нас здесь еще с вами на карте может быть? На карте. На карте. Да все, в принципе, ребят, на карте. Поехали, съездим на заправочку. Заправимся, что называется, от души. Вау. Ну, смотрите, вот появляемся мы где-то в районе гаражей каких-то. Все смотрится здесь очень красиво. Очень красивый домик, смотрите, даже с пристроенным гаражом. Классные статические объекты. Вот я хочу обратить ваше внимание на то, что, несмотря на то, что карта с дополнительными объектами, смотрится она, тем не менее, очень красиво. Так, там у нас почему-то все закрыто. Ну, давайте попробуем штурмануть. Вау. Я просто запланировал ехать на заправку, поэтому я и добился своего. Не знаю, есть, наверное, более человеческий путь. Я выбрал путь такой нетрадиционный. Так, заправили полный бак. Плюс ко всему, цистерна у нас на 2000 литров. Я считаю, очень даже при очень хорошо. О, смотрите, заныкался, сидит там такой. Опа. Типа я ни при чем, я ничего не знаю. Открываем 4320 Урал. Смотрим на его состояние. Топливо прям вообще, ну, никак, да? Ну, если постараться, то, в принципе, его должно хватить, я думаю, для того, чтобы докатиться до заправки. И даже можно и не стараться, хватит однозначно. Но все равно давайте проверим, чтобы ни у кого в дальнейшем не вызывало никаких сомнений. Вот, отлично. Вот и супер. И продолжаем движение. Правда, куда ехать я не знаю пока еще. Куда ехать-то? Давайте попробуем каким-то образом к этой точке пробиться. Наверное, надо будет выехать на дорогу. Первым делом. Присутствуют какие-то элементы грязи даже на асфальте. Разбитый асфальт. О, смотрите, а тут же у нас еще и шишига стоит. Также проверяем ее состояние. С топливом тоже все печально, но этого топлива вполне хватит до того, чтобы доехать до заправки. Проверять не стану, поверьте мне на слово. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Нам вообще куда-то надо налево. Впереди у нас какая-то промзона, что ли, я не знаю. Давайте ее объедем, посмотрим. Здесь вроде как дорога идет. Или что это вообще? Или это просто, чтобы забор можно было объедать? Да, никуда нас эта дорога, к сожалению, не привела. Пусты какие-то нетрадиционные, мне кажется. Или мне кажется все-таки. Такое ощущение, как будто автор их прям поштучно сюда сажал. О, смотрите, кавс стоит раздолбанный. С асфальтом беда какая-то прям. Труба здесь. Труба-провод, ребят, у нас здесь. Это у нас не то канализация, судя по размерам трубы, видать, идет от этого дома. Я бы еще посмотрел бы, что вытекает на другом конце. Посмотреть бы, посмотрел бы, но только не нюхал. Так. Дорога нас куда-то ведет. Вообще непонятно куда. Вроде бы, казалось бы, бы. Кубы бы. Ой, ай, 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 ай. Блин, не врезаться бы мне. Так, еще один кавзик стоит здесь, ребят. Ну, кавзов прям хоть пруд пруди. Нет, а если я сюда сейчас приеду? Ну, что мне здесь делать вообще? Я вообще на точку разведки хотел бы попасть каким-то волшебным образом. Ну, судя по всему, вот я на нее не попаду, если я буду здесь ехать. Здесь тупик у нас, походу, да? Или там у нас открытые ворота. Давайте посмотрим. Ворота открыты. Главное, чтобы там ничего нам не мешало проехать. Супер. Ничего нам здесь не мешает. Стоит какая-то разбитая шишига. Но аккуратненько, в принципе, проехать можно. Вот, ребят, приехали мы с вами на пилораму. Да, здесь забора нет, блин. Но проехать здесь у нас, походу, не получится. Да, не получится проехать нигде. Здесь придется возвращаться. Как же я не люблю возвращаться, но придется. Карта действительно, на самом деле, красивая. Все вот эти дополнительные объекты стоят, что называется, там, где надо. Нет такого, что, знаете, типа понасорили этими новыми статическими объектами, думая о том, что карта от этого станет красивее. Бывают такие карты, на самом деле. Прямо такое ощущение, как будто автору дали волю. Здесь бревна, кстати, у нас валяются. По грамотному поступив, можно эти бревна здесь, ребят, подобрать. Сколько здесь у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть средних, по-моему. Это средние бревна, да ведь? Не короткие, ждать. Средние бревна, ребят. Шесть средних бревен. То есть, в принципе, приехав сюда с краном-манипулятором, можно сразу напихать вот эту пилораму. Туда-сюда буквально прокатиться, займет это не более 20 минут, я думаю. А у кого-то и того меньше, кто хорошо управляется с краном. Такие, как я, например. Сам не похвалишь, никто не похвалит. Ой, вчера с таким удовольствием прокатился на карте холм. Создал карту холм, поставил туда вот этого Урала, позвал друзей, никто не пришел. Вот, позвал потом еще одного человека. Он зашел, мы быренько уговорили этот холм где-то за полчаса, сделав походочки. Ну, а что там, одна пилорамка. Вот. Так что, ребят, периодически приглашаю, друзья, то есть, периодически приглашаю на покатушки на дефолтных картах на своем Урале. Либо, смотрите, может быть, у вас какие-то там еще моды, докачаем, если что, в процессе. Так, здесь у нас шлагбаум, ловить здесь у нас нечего. Выезжаем и едем в обратку. Не, ну, красиво оформленная территория, но заезд к ней с другой стороны просто-напросто. Так просто никто такую красивую территорию делать не станет. Откуда я вообще приехал? приехал я, ребят, слева, да, вот отсюда, да. Ну, ладно, давайте. То есть, справа, справа я приехал. Давайте проедем прямо. А, по-моему, больше ехать-то и некуда. Только прямо у нас здесь дорога. Также мне Виталий сказал, что карта, так скажем, начинающего картодела была сделана. Блин, опять закрытый шлагбаум. Вот, начинающего картодела, но, тем не менее, сделана она, считаю, очень красиво. По-моему, я сглазил. Что-то какие-то холмы из асфальта тут у нас. Легко преодолеваемое, но, блин, как-то что-то... автор перегнул тут со своей фантазией немножечко. Прямо какие-то, фух, лёшкинг, вот, смотрите, как воткнулся-то. Ну да, ну нафиг, ну давай чё, ну заширки ты. Не, ну всё это объезжабельно, ребят, в принципе, это всё объезжабельно, вот буквально вот здесь. Хоп! Хоп, так взяли, объехали, и по кустикам проехали. Я думаю, ни к кому, это не составит труда раскидать кусты по сторонам. Перегнул палку здесь автор Здесь ничего не скажешь С этими холмами Надо было все-таки сделать Несколько все полого Да или наоборот, углубить и сделать какую-то лужу Нежели вот так вот Такие холмы делать Ой, мать честная Вот это лужа, дорогие друзья Вот это лужа, я понимаю Такая кручь прям реальная Ныряешь в лужу А там просто вот бульк Так достаточно все круто сделано То есть, ну, я в том плане, что не поломаю Так, здесь у нас что? Здесь дорога у нас волнами пошла Море волнуется раз Море волнуется два Так, море волнуется три У нас не будет Немножечко перегнул, конечно Он с барханами вот с этим Как-то уж очень они острые какие Не знаю, давайте-ка я, наверное, все-таки Не буду насиловать автомобиль Объеду его это все дело стороной Каждый это может сделать, ребят Абсолютно все это легко и просто Объезжается Только для истинных фанатов Игры спинтайрос Могут То есть истинные фанаты Игры спинтайрос Блин, куда я тебя приперся? В гараж обратно, что ли? Да вы что, шутики? А как мне вообще? А, ну вот Здесь же дорога Че это у плюта? Ну, объехал я, конечно, нехило Ради того, чтобы приехать обратно в гараж Не знаю, минут десять, наверное, уже еду И Приехал я всего-навсего в гараж Так, вот здесь дорога Выезжаем сюда налево Ну да, я тогда же решил скощунить Немаленечко сократить Как скажет драйвер Скощунить Вот А не кощунил бы Был бы направлен на путь истинный Смотрите здесь, как все сделано Красиво Красиво-прекрасиво Здесь какие-то мосты там Утонувшие Вот эти грязевые, которые Так, здесь у нас дорога разветвляется Уходит правее, уходит левее Давайте Попробуем все-таки поехать правее Мне уже не терпится захватить эту Точку злосчастную Блин, не знаю Трубопровод, трубопровод везде Автор, наверное, с одними трубами Только намучился, дай бог Я не знаю Сколько он, конечно, прокладывал по времени Но Я так думаю, это было не все так просто, как хотелось Времени затратил он, наверное, нехило Так, проехали Ой Ой, урончик прилепился Чуточку О, ребят, лесоповал Вот так-то Лесоповал Вау! Ни черта себе меня подбрасывает Так, лесоповал Грузить нам нечего А точка погрузки где? Точка погрузки Не вижу точку погрузки Зато мы приедем сейчас с вами, походу, ребят На заправку Ну Ух, ёшкинку 75 урона Обалдеть Вот там вот есть мостик Для нормальных людей А для меня вот можно и так Ха-ха Так, здесь тоже какая-то дорога пошла Ну, дорог здесь предостаточно Вы знаете Вроде бы карта и небольшая А дорог здесь мамы не горю И опять же, вот этот пол можно объехать здесь справа Грязи практически нет Прям, я не знаю Минимум при минимум такое Зашибись, там контейнер стоит Я уж обрадовался Думаю, сейчас Как проеду здесь А тут получается Накуси-выкуси Походу я не зря запасся топливом Хоть заправки здесь и три Но с моими Запросами я боюсь здесь Ненамного мне топлива хватит Я вечно повышенный С блокировками и так далее Товоподобное Интересно, если я сюда поеду У меня на пути Никакой там вагон не встретится Вагон вилдж какой-нибудь Ух ты Ух ты Железная дорога какая Красивая А рядышком какая-то узкоколейка идет Наверное, какая-то промышленная Железная дорога Так, ну, здесь у нас, ребят, пилорама Я так предполагаю Сейчас я доеду Увидеть, что в локацию Разглядеть местность Да, пилорама Только она с другой стороны А как туда подъехать? Слева или справа Это вообще возможно сделать? Интересно? Эй, ну ты че застрял-то? Просто даже Ради интереса хочу попробовать туда заехать Да нифига я здесь не проеду Локацию пилорамы я сюда не проеду Это надо заезжать вообще с другой стороны А, господи, я опять приехал Ёшкин кот Я опять приехал Совсем не туда, куда я планировал Ну, я здесь уже был с другой стороны С ума сойти, а? Ну и спрашивается Зачем вот это здесь сделано? Типа туда мы привозим А отсюда паровозы увозят Да, типа того Ну, спасибо, автор То есть, знаете, в принципе И не придраться Знаете, это вот на самом деле Так оно может быть на самом деле Вот, но Ха, я, короче, в шоке Ой Надо же было так угораздить Меня Так, пока что едем Все пучком Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Автор любит железные дороги, по-моему Так, пока все нормально Пока Да Только я съехать не могу Так, по идее Так, там мы были Там не проехать Оттуда мы приехали А куда ж мне ехать? Так, что-то я уже Не понимаю вообще Что-то Куда мне надо проехать Чтобы я приехал куда-нибудь Ну, ё-моё Давайте попробуем За пятую точку взять Ну, невозможно вообще С этих рельс съехать Да Подстава какая-то О, вот так вот По идее Должен проехать Поперек Ну, и куда мне дальше? А, вот здесь Какая-то дорога идет, ребят Грязюка пошла Наконец-то Опять пошли Какие-то барханы Калмы Там еще дорогу Смотрите, ребят Проходит Я еще ни одной точки Разведки не открыл Ну, как же так? Вот точка разведки Ну, мне прям интересно Уже становится Вы знаете Нереально Ну, как же так Мне открыть точку разведки? Где-то там Какая-то водонапорная башня Я вижу Как не пробраться Я вообще без понятия А, вот дорога уходит Вот вам и без понятия Понятие есть Просто я немножечко Невнимательный Вот это да Вот это я ушатал Автомобиль Сразу буквально Ну, хоть до точки Разведки доехал И-ка, слава богу Так, здесь никаких Точек погрузок нет Точек погрузок нет Но зато есть два туалета Дорогие друзья Один к одному домику Второй к другому Ой, ну неужели Я хоть что-то Открыл на этой карте? Ну, неужели? Прям даже не верится Честное слово Так Продолжаю, ладно, движение На Урале В Диторгане Вот вроде бы Карта и маленькая Блин, но Уже обзор у меня Походу Порядка 20 минут Длится И я Что-то как-то Вы знаете Не особо Далеко уехал И грязи-то практически нет Но тем не менее Вот Еще одна точка Разведки Эээ, только не падай Ай, только не падай Говорю Ну нифига себе Спасибо волшебным �аликам Да Не за что Что-то они мне не очень помогают Волшебные Палики Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Во, всё, супер. Так, надо время переводить. В потёмках лазить мне совсем не хочется. Давайте я сяду в Урал. Он мне точно уже не пригодится. Переведу время. И продолжаем разговор. Да ёшкин, кот, не надо мне сюда метку ставить. Да не надо, говорю. Во. Где-то моя точка разведки. Ага, вот она. Вот честно, вот мне сейчас скажи, давай пройдём карту, я, наверное, опять буду блудить полдня. Потому что дорог здесь просто немыслимое количество, и заблудиться как нечего делать здесь можно. Блин, смотрите, какой-то дорожный коридор прям какой-то. По бокам холмы. По-моему, можно даже здесь и не рулить особо. Вы знаете. По бокам холмы. И жёлтые берёзы. Вау, что это такое? Это типа высоковольтная линия, что ли? Чё-то она такая чёрная. Смотрится прям даже, знаете, как-то жутковато. Чёрная-причёрная. Текстура прям непротекстуренная. Обалдеть. А, она висит в воздухе, правда. Это уже за пределами карты, ребят. А раз за пределами карты, текстурить, значит, необязательно. Не знаю, почему она не протекстурена. Возможно, это последствия конвертирования. Зато вот здесь вот грязи предостаточно, ребят. И лужи, и грязи в области пилорама. В районе пилорана. Да, скушал я уже предостаточное количество топлива. А именно, 200 литров практически с холом. Так, отсюда можно смело выезжать. Ох! Гедрён батон как меня шмотыляет. Блин, здесь даже немножко тесновато, я бы сказал бы, вы знаете. Ой, а здесь мост у нас есть, да? А я чё-то пролетел первый раз и даже не заметил. Чё-то Паша там в каблуковке никак в Гет Исланд не зайдёт. То заходит, то опять заходит. То опять заходит, то заходит. Кругом. Ай, дороги! Что это было? Через что это я пролетел? Какие-то бетонные объекты, ребят, торчат там. Ладно, у нас полная цистерна топлива. Я даже заморачиваться не буду. Переворот номер два. Обалдеть. И походу я уже не поднимусь. Хотя, может быть, поднимусь. Сейчас немножко отползу сюда. Внимание, наносится урон водой. Вы шутите? Перевернулся, слава богу. Да, знаете, уже дважды мог бы закончиться мой обзор, если бы не эти пайлики. Не, ну я считаю, что рабочая лебёдка на момент перевёрнутого автомобиля это нормально. То есть лебёдка должна работать, когда автомобиль перевёрнут. О, смотрите, заправка. А я-то думал, придётся цистерной воспользоваться. У нас до сих пор, ребят, по-прежнему полная цистерна топлива. Смотрите, как красиво оформлено. Хочешь заправляться бензином, хочешь водой, чем хочешь. Либо в колодце у нас тоже бензин. Так, где мы с вами вообще есть? Ну, ехать надо куда-то там прямо, наверное. Особо-то выбирать не приходится. Правда, тут была одна развилка. Надеюсь, я всё-таки еду в нужном направлении. Ух ты, какая здесь грязь. Обменная. А там-то что у нас? Да ничего, в принципе, если ориентироваться на карту. Да, нехило здесь так всё заболочено. Но едется очень легко. Да, но полники какие. Кто же их здесь так понасыпал-то, эти холмы? Природовые созданные. Что-то прям отчасти мне не верится. Так, вот и ещё одна пилорама, ребят. По-моему, мы побывали уже на всех пилорамах. Раз, два, три. Да, на всех пилорамах мы с вами побывали. Дорога налево у нас есть здесь где-нибудь? Не наблюдаю я дорогу налево. Но идёт какая-то вот параллельная. Не пойму для чего. Возможно, благодаря этой дороге мы с вами откроем всю карту. Ёшкин код. Три точки разведки. Раскрываю уже полчаса. Ну что ж это такое? Карта-массипучка, блин, сложная. Сравнительно с размерами она реально сложная. Нужно кругом осторожничать, ребят. Вот если бы я сейчас бы здесь с повышенной не снялся бы и продолжил бы с тем же энтузиазмом движения, то просто-напросто закончилось бы всё достаточно печально. Ну, вот здесь у нас проросли деревья уже. Видать, эта охапка брёвен давно здесь лежит. Вот и последняя точка разведки. А вот она, в принципе, вся и карта. Единственное, куда я не съездил, это на одну заправку. На этой заправке у нас стоит крас 255-й. А так, в принципе, везде я побывал. Вот такая вот, в принципе, незамысловатая, на первый взгляд, карта. Но, ребят, покатавшись по ней, я думаю, вы поймёте, что карта не из лёгких. Бывает гораздо легче. Плюс ко всему, здесь всё-таки, как-никак, расположено на три пилорамы. То есть, вам придётся покататься, нехило так. Единственное, присутствует одна халява. На этой пилораме, в том плане, что валяются брёвна. То есть, заполнившись теми брёвнами, которые там валяются, там шесть брёвен, вы смело закроете эту пилораму. Останется ещё две. Вот он, наш, ребят, лесоповал раз. Вот лесоповал два. Не обнаружил я точек погрузки. То есть, карта рассчитана на игру в режиме аркада. Не знаю, почему, блин. Ну, в принципе, доработка у нас, я так понимаю. От Виталия Кубышанца. Я так предполагаю. Почему-то, правда, не написано. Но добавлена была она Виталия. Обычно он добавляет козлов для погрузки брёвен. Этого почему-то он в этот раз не сделал. Не знаю, дорабатывал он её или что. Или кем она была доработана вообще. Ладно, бог бы с ним, ребят. В целом, карта мне понравилась. Прикольная, красивая. В меру сложная. Да и в целом классная. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Витарган 177. Скачать вы эту карту сможете на сайте STMods. В моей группе. И увидев ссылку под видео. Всем спасибо. И всем пока.